МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя твою неизвестно, а подвиг твой бессмертен. Впервые в России отмечают День неизвестного солдата. Зачет, не зачет. Российские выпускники написали итоговое сочинение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей стране впервые отмечается День неизвестного солдата. Для России он особенно значим. Только Великую Отечественную войну без вести пропали больше, чем у всех стран противников вместе взятых. Безымянными могилами буквально вымощена дорога на Берлин. А инициаторами установления памятной даты выступили участники поисковых отрядов. Поисковые движения в Советском Союзе, а затем и в России – традиция, которая с каждым годом становится все крепче. Сотни молодых людей разъезжаются каждый сезон по местам крупных сражений. В этом году журналисты Национальной телерадиокомпании Чувашия вместе с поисковиками из службы судебных приставов побывали на Орловщине со студентами Чувашского педуниверситета в Ленинградской области. Говорят, что этот год был очень удачным. Подняты останки 30 советских солдат и офицеров. Я заметил, торчал вот ботинок, по-моему, правый, да, вот, настолько вот. Вот, я подумал то, что там уже копали, и не поленился, пошел, дернул, проверил, смотрю, а там кости человеческие. И были чувства радости, то, что вот нашел бойца, только жалко то, что оказался он без имени, мы не смогли опознать его, вот это жалко. А то, что нашли, подняли, это хорошо. Мы его захороним хотя бы по-человечески, этого солдата. Все вахты памяти заканчиваются традиционно. Останки придают земле, а затем начинается, собственно, поисковая работа по установлению имен павших героев. К сожалению, чаще всего это невозможно. Слишком большими были потери, слишком масштабными сражения, и слишком много времени прошло. Но, как принято говорить над нашей памятью, оно все равно невластно. 3 декабря 1966 года останки бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе были перенесены к стенам Кремля. Так появился один из самых дорогих российскому сердцу памятников – могила неизвестного солдата. 8 мая 1967 года здесь зажгли вечный огонь, доставленный из Ленинграда, с Марсового поля. А в 1997 году к мемориалу от Мавзолея Ленина перенесли пост номер один. Почетный караул несут солдаты Кремлевского полка, среди которых есть и ребята из Чувашии. Попасть в Кремлевский полк непросто. Еще сложнее пройти подготовку для почетного караула. Наша рота выезжала в Купавну, где мы занимались строевой подготовкой, отрабатывали шаг, занимались карабинами. И там существует макет, практически точное подобие могилы неизвестного солдата, где мы тренировали заступление. И по итогам мы выставляли оценки и потом вставили в караул. Количество шагов, остановки, повороты, специальный пристальный взгляд и выход в караул – это целый ритуал, увидеть который ежегодно приходят сотни тысяч зрителей. Пуст номер один действует постоянно. А в дни воинской славы, и особенно 9 мая, почетные караулы выставляют у сотен других памятников по всей стране. Но еще больше в России могил, в которых захоронены солдаты, чьи имена так и остались неизвестны, а подвиг бессмертия. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сейчас находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня он посетил международную выставку электрические сети России и встретился с министром спорта страны Виталием Мутко. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В Чебоксарах в следующем году планируют открыть сразу три крупных спортивных объекта. Ледовый дворец, центр олимпийской подготовки по маунтинбайку, биатлону. Строительство этих баз ведется в рамках программы развития физической культуры и спорта. Чувашская республика и Федеральное министерство спорта заинтересованы в том, чтобы данные объекты были введены в строй вовремя. Об этом зашла речь на встрече руководителя ведомства Виталия Мутко и главы региона Михаила Игнатьева. В следующем году на завершение строительства двух центров и Ледового дворца только с федерального бюджета планируется выделить более 250 миллионов рублей. Обсудили на встрече и подготовку командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе Олимпийский 20 и 21 июня. Там тоже в этом году работа начата к мае месяце, мы должны все завершить. Но и по дальнейшему развитию детско-юношеских спортивных движений это оснащение спортивным инвентарем, другими материальными ценностями. По конноспортивной школе то, что во время проведения спортивного форума мы посещали, и смотрели, и заданы были вопросы, все в работе. А в завершение встречи Виталий Мутко и Михаил Игнатьев подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках в регионе будут развивать базовые виды спорта и продолжать строить новые объекты. То соглашение, которое было подписано, мы сполна выполнили, как со стороны Министерства спорта Российской Федерации, так и со стороны Чувашской Республики. Вложено было 4,7 миллиарда рублей. Эти объекты все в работе, люди ходят туда, занимаются. Кто-то для себя просто, чтобы следить за своей формой, кто-то занимается на профессиональной основе. Сегодня же Михаил Игнатьев подписал соглашение с председателем правления Ассоциации энергетиков топливно-энергетического комплекса. С Виктором Шаховцовым глава республики встретился на международной выставке «Электрические сети России». Теперь некоммерческая организация совместно с предприятиями региона будет разрабатывать новые технологии. Ассоциация ставит задачу концентрировать все запросы предприятий ТЭК, излагать их в доступной форме для производителей и контролировать, чтобы это производилось, как говорил глава республики, качественно, с наименьшими затратами и с наибольшим использованием отечественной комплектующей оборудования. А с разработками, которые уже прижились в отрасли электротехники, можно было познакомиться на ежегодной выставке в Москве. По традиции здесь участвуют и чувашские предприятия. Митрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Сегодня день юриста до Октябрьской революции. 3 декабря отмечали годовщину судебной реформы, и все юристы России считали его профессиональным праздником. Но в 2008 году он вновь вернулся в календарь памятных дат. К первым юристам-профессионалам можно отнести членов коллегии понтификов Древнего Рима. Сейчас понятие юрист объединяет всех людей, занимающихся юридической деятельностью. Судей, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов. Главная задача юристов – обеспечивать выполнение законов, стоять на страже конституционных прав граждан. Юристы Чувашии собрались не только для того, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником и отметить лучших, но и обсудить задачи на будущее. В первую очередь юрист должен трудиться над повышением правосознания граждан, правовой культуры общества в целом, в том числе над формированием нетерпимости к различного рода коррупционным проявлениям, отметила министра юстиции Надежда Прокопьева. Сегодня в республике много делается для повышения доступности юридической помощи населению. Граждане Чувашии всегда могут получить консультации по вопросам земельно-имущественных правоотношений, социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки, защиты прав потребителей и другим у юристов по месту жительства. 3 декабря также Международный день инвалидов. Сюжет о людях с ограниченными возможностями здоровья сегодня показывают все телеканалы. На национальном телевидении эта тема поднимается регулярно. В нашем эфире есть две программы о людях с ограниченными возможностями. Спор для всех и проект такие же. Остановимся подробнее на последнем. Программа «Такие же» – это реалити-проект о людях с ограниченными возможностями здоровья. Герои выпусков – жители нашей республики. У каждого своя история, своя трагедия. Но они не унывают, не замыкаются в себе. Наоборот, многие могут служить примером и для здоровых людей. Ведущий программы – Павел Никитин. Несколько лет назад в результате несчастного случая повредил шейный отдел позвоночника. Физически он прикован к инвалидному креслу. Но его активной деятельности не мешает даже такая серьезная инвалидность. Павел – идейный вдохновитель общественной организации «Свобода». Молодой человек проводит множество мероприятий, как внутри группы, так и более масштабные. К примеру, в 2013 году он был координатором от Чуваши во Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». Тогда молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья удалось вывести нашу республику в лидеры акции. Павел был приглашен в Кремлевский дворец и награжден почетной грамотой Минприроды России. Трудности – не повод отчаиваться. Нужно иметь смелость жить. Желаю всем найти свое место в жизни, определиться, найти единомышленников и идти вперед. Верьте в себя. С вами был Павел Никитин. До встречи. В следующей серии вы увидите, насколько чебоксары соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Мы протестировали пандусы, установленные на входе в общественные места. Смотрите проект «Такие же» 15 декабря в 20.00 на Национальном телевидении. Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, проходят сегодня по всей республике. А тех, кто нуждается в особом внимании со стороны общества, позаботились и сотрудники городской стоматологической поликлиники. В детском отделении состоялся праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Только в столице Чувашии проживают более 40 тысяч инвалидов. Некоторым из них нет и 18 лет. В последнее время в нашей стране все делается для того, чтобы возможности таких людей были ограничены минимально. Сотрудники городской стоматологической поликлиники помощь детям-инвалидам считают своим долгом. «Открывая в 2010 году вот это отделение, мы тогда решили, что оно будет двойного назначения для детей в трудной жизненной ситуации и для здоровых детей. Сегодня дети в трудной жизненной ситуации имеют уникальную возможность приехать сюда, получить эту услугу. Если этой возможности у них нет, то они могут позвонить к нам по телефону. И наша машина, автомобиль, переоборудованный именно для перевозки, специальной перевозки, приезжает, привозит сюда. Мы оказываем качественную стоматологическую помощь». Автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников не единственное усовершенствование. У входа имеются пандусы с поручнями для удобства передвижения. Над каждым стоматологическим креслом установлен телевизор для просмотра мультифильмов. Вместо того, чтобы сидеть в очереди, дети проводят время в специально оборудованных игровых комнатах. А совсем недавно в отделении стоматологии появилась пианино, поиграть на котором может любой желающий. Помимо будничных развлечений, сотрудники стоматологии ежегодно устраивают праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо туси и веснушки, ребят развлекали участники творческих коллективов из 54-й школы. Юные музыканты быстро нашли общий язык со зрителями. А врачи, воспользовавшись ситуацией в игровой форме, провели профилактическую работу. Мы им дарим щетку зубную, пасту, буклет, как правильно ухаживать за зубами, календарь правильной чистки зубов, чтобы привить им навыки правильного ухода за полостью рта, чтобы у них были зубки здоровые, крепкие, чтобы они могли счастливой улыбкой улыбаться. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня около шести с половиной тысяч одиннадцатиклассников Чувашии написали итоговое сочинение 30 школьников с ограниченными возможностями здоровья изложения. Результаты станут пропускным билетом на ЕГЭ 2015 года. В отличие от госэкзамена, сочиняли ребята в своих родных школах. И проверять работу тоже будут свои же учителя. Чем творчество Лермонтова может быть интересно современному читателю? Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Природа и внутренний мир человека, созвучий и диссонанс. Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть? Что важнее, любить или быть любимым? В сочинении рассуждений надо было сформулировать свою позицию по одной из этих тем. На выполнение работы у ребят было около четырех часов времени. Оцениваться сочинение будет не по привычной пятибальной шкале, а по принципу зачет-незачет. Не получившие зачет или пропустившие сочинения, пересдать экзамен смогут 4 февраля или 6 мая 2015 года. Известный писатель Роберт Орбин с присущим ему юмором как-то сказал. Первая проблема родителей – научить детей, как вести себя в приличном обществе. Вторая – найти это приличное общество. И в том и в другом случае на помощь родителям приходит искусство. Детские школы искусств помогают юным талантам реализовать себя и найти единомышленников. Кстати, одна из таких школ отметила свое 25-летие. Чебоксарской детской школе искусств номер 3 25 лет. За четверть века школа достигла многого. Ее ученики – участники многочисленных конкурсов и фестивалей различного уровня от городских до международных. Мы, конечно, специализируемся на талантливых детях в первую очередь. Но хочу сказать, что каждый ребенок талантлив по-своему. И суть в том, что надо развить талант в каждом ребенке. Он развивается. Для этого нужна чуткость, доброта, любовь к знаниям, любовь к детям. Это те качества, которые присутствуют именно у наших преподавателей. Школа искусств номер 3 – единственная школа в городе, которая реализует предпрофессиональную программу инструмента эстрадного оркестра. Благодаря ей в учебном процессе появились такие предметы, как электрогитара и ударная установка. Кстати, среди музыкальных школ и школ искусств в столице Чувашии именно здесь работает студия звукозаписи. Хотим в этой школе пожелать нашим учителям терпения с нашим деткам. Очень много требований. Все мы их стараемся выполнять. От наших деток требуют, чтобы мы были очень активны. На сцену выступали очень хорошо. Не боялись сцены. Были звездочками. Хотели, чтобы были артистами. Участвовали побольше в конкурсах. И не волновались, самое главное. Преподаватели очень хорошие. Очень понятливые. Помогают, объясняют. Очень хорошие. Очень уже давно работают. Это не просто кружок. Это школа. Здесь такие же дневники, учителя и оценки. А преподаватели обучают не только спецдисциплине, но и модели поведения юных талантов. Я не волнуюсь, потому что нас, учительница, научила не волноваться. Чтобы не переменоваться, надо дышать смирно, ни о чем не думать. Мне это нравится. И я хочу дальше этим заниматься. Сегодня на трех отделениях – музыкальном, художественном и хореографическом – обучаются более 400 ребят. Характерная особенность школы – учить не избранных, а всех желающих. Каждому ребенку полагаются особое внимание, индивидуальный подход и оптимальные условия для развития творческих способностей. Именно поэтому количество желающих обучаться в школе искусств номер 3 растет год от года. Такими были новости глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Оставайтесь с нами. Эфир продолжит программу «По существу» – оперной дивы. Евгения Лагуна расскажет о своем благотворительном туре. А я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова